Здравствуйте, меня зовут Мария Семенова, я партнер налоговой практики компании Альтхаус Консалтинг, занимаюсь налоговым сопровождением сделок. Нам бы хотелось затронуть три основные тенденции, которые мы видим сейчас на рынке и которые, как нам кажется, очень важны для фондов временных инвестиций. Первое, это то, что касается структурирования сделок. Да, сделки стали сейчас структурироваться более понятно, более просто. И основной мотив, почему делать простые международные структуры, это как раз те изменения, которые были внесены в российское налоговое законодательство с 1 января 2015 года. Прежде всего, это ограничение злоупотреблениями положения об избежании двойного налогообложения, которые стали внедрены в статью 7 налогового кодекса, а также новое определение налогового резидента для компаний. Вторая группа изменений затрагивает вопросы финансирования. Во-первых, произошли благоприятные изменения в части отмены механического нормирования процентов для целей налога на прибыль. А во-вторых, мы видим, что со стороны регуляторов больше внимания уделяется именно сути заемных правоотношений. То есть, если мы понимаем, что займодавец и заемщик работают не в рынке, существуют налоговые риски для заемщика в части оспаривания вычетов по процентным расходам. Это новый вызов, но опять же, это та практика, которую мы видим в зарубежных странах, когда налоговые органы могут переквалифицировать при определенных условиях долговые обязательства в операции капитального характера. И, наконец, третье, существенные изменения затронули порядок взымания НДС. Эти изменения, скорее, носят процессуальный характер. Налоговые органы сейчас очень активно контролируют вопросы вычета, заявлений вычетов по налогу на добавленную стоимость. И в своем анализе они основываются не только на документацию подготовленного налогоплательщикам, но активно используют такие методы налоговой проверки, как опрос свидетелей, как обзор деятельности налогоплательщика, выезд на территорию налогоплательщика с целью обзора определенных операций и имущества налогоплательщика и так далее. И мы видим, что действительно, с одной стороны, произошло ужесточение контроля, с другой стороны, те налогоплательщики, которые были добросовестными, они даже в условиях, когда существуют какие-то определенные недостатки документации, они смогут все-таки доказать свою правоту и свою позицию перед налоговыми органами. Продолжение следует...